Данил 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 нет нет такого не было никогда всегда какие-то олимпиады или там турниры проходили у нас во время каких-то каникул поэтому не такого никогда не было послабление ну в школе особо никакого я не помню чтобы называли вот помню в команде первое прозвище которое мне не понравилось которое я прям не любил поначалу но она прижилась от ауте меня все так называют в принципе и по сей день да но это было она она больше футболе на каких-то сборах ну соперник крепкий и физически и вообще ментально сербы не всегда были ну показывали хороший футбол все сборные молодежные в принципе и взрослые тоже я думаю будет это один из претендентов на первое место как и мы будем бороться с ними думаю все у нас получится ну да и в целом группа получилась крепкая нет каких-то фаворитов или аутсайдеров вот все игры будут тяжелым мне кажется потому что соперники все крепкие будет нелегко в любом матче номер сборной сейчас я еще не знаю какой мне дадут но был восьмой в молодежной до этого в юношеских когда по своему году участвовали в основном седьмой номер был ну все как-то давал администратор распределял номера по каким-то критериям своим наверно больше вот в клубе у меня 47 номер это мне его дали после какого-то отпуска у меня был 70 номер я пришли переехал с отпуска мне сказали там переехал футболиста крешвили он взял твой номер и тебе дали 47 номер я думаю ну блин как-то вообще не очень весело номер мне не особо нравился поначалу но потом я как-то понял что мне нравится больше седьмой номер а мои девушки нравится и четвертый и седьмой как-то в общем не учиться с очень нравится но главный я даже не знаю их много все игроки средней линии так что чтобы ответить на этот вопрос я думаю нужно хотя бы провести пару тренировок с национальной сборной и конечно же с молодежной я уже провел провел уже здесь очень большой уровень футболистов даже несмотря на то что это молодежная сборная но сравнивать очень тяжело потому что нужно и там провести здесь чтобы ответить на этот вопрос тренировки хотя бы на игры игры было бы отлично понять вообще уровень У нас сейчас очень сильное поколение, я считаю, что очень многие футболисты играют в премьер-лиге, причем не на каких-то там последних ролях, играют на главных ролях, очень много футболистов, я считаю, что у нас сильная команда. Ну, я чувствую большую ответственность, то, что я представляю свою страну, мне нужно биться до конца, то, что, блин, это, ну, это такая честь вообще играть в сборной, когда тебя вызывают, это очень приятно, какие-то такие ощущения. Ну, чаще всего, конечно, да, по клубу, но также стараюсь поддерживать отношения и общение с другими игроками из других команд. Живу я с Матвеем Сафоновым на сегодняшний день, ну, общаюсь со всеми краснодарцами, ну, а так со всеми по чуть-чуть, в принципе. Ну, да, у них есть отличительная черта в батарее, у всех своя, то есть они все даже разные, ну, в принципе, у каждого футболиста, неважно, какой он позиции, у человека есть какие-то свои заморочки, там, в голове тараканы, которые после этого можно сказать, что он какой-то не такой, ну, в батарее, да, бывает отдельно, что-нибудь выдают такое, что можно так сказать. Матвей какой? Матвей, он очень веселый, да, в то же время спокойный в номере, сильно не бушует, но добрый, самое главное. Ну, если есть, допустим, вот сейчас днем я стараюсь поспать, отдохнуть, чтобы уже быть готовым к следующей тренировке, ну, а так, что-то там в планшете смотрю, какие-то там видео или играю в игры. Постараюсь, ну, пойти пообщаться с кем-нибудь, увидеться из команды. В 6 лет я пришел в футбол, ну, я хотел очень футбол играть, я играл с самого детства уже, там, ну, может, с 5-4 лет, вообще, бил по мячу, там, с первого года. Ну, это, конечно, было тяжело моим родителям сделать, потому что я живу в Оксайе, в городе Оксай, а в Оксайе особо не было школ, которых, ну, которые могли дать первое образование. И приходилось, надо было ездить в Ростов, и так, удача, наверное, нам, моей семье посопутствовала, то, что в мой класс пришел мой лучший друг, и его отец предложил, чтобы мы ездили в Ростов, и родители по очереди возили нас. И из-за этого только не согласились, чтобы я, в принципе, поехал в Ростов заниматься футболом. Как-то так. Ну, было тяжело, конечно. Ну, где-то были, там, взлеты, где-то были падения, где-то я играл, там, на первых ролях, где-то играл, ну, в запасе. Это нормально. Я считаю, что все нужно пройти, даже с самого детства. Нет, такого периода никогда не было. Был единственный период, ну, ну, он больше личный, скорее всего. Ну, вот, чтобы именно в английском я никогда не думал играть, ну, хотелось очень себя попробовать в Европе за всю свою карьеру, в принципе, на высоком уровне. Потому что, ну, там, наверное, на данный момент все-таки лучший футбол есть, определенные лиги, определенные клубы, там, конечно, хотелось бы поиграть. Ну, вот, чтобы в английских каких-то определенных команд нет. В Англии я болею только за Манчестер Юнайтед. Ну, и не прям так ярый поклонник какой-то. Сейчас мне нравится, конечно, и футбол, в принципе, и там, Манчестер Сити, и Ливерпуля, которые показывают. Ну, вот, как-то с детства мой лучший друг болеет за Манчестер Юнайтед, и я как-то тоже ближе к нему, и вместе мы как-то по чуть-чуть... Ну, я не такой ярый фанат именно в Англии. Вообще, я болею за Барселону. Это с самого детства. У меня, да, первая майка была Месси, который еще играл под 30-м номером. Да, как-то вот с детства так совпало, что мне вкупили майку Месси, и вот я так, я болею за нее. Для меня Месси. Но Роналдо большой молодец. Ну, Месси это, ну, я не знаю, это какой-то талант вообще. У него очень большой потенциал, очень большой талант. А Роналдо это больше работяга, что он за счет своего труда достиг таких высот. А Месси, я считаю, это как-то все. Конечно, он тоже трудяга, но ему как-то, мне кажется, больше было дано. Я думаю, секрет успеха в том, что он следит за собой. То, что над его телом, над его, в принципе, как личностью, работает много специалистов. Они за ним следят, и мне кажется, это, ну, вот в этом успехе. То, что у него нет больших травм. На данный момент, чтобы именно следил, такого нет. Все мне по чуть-чуть в какой-то мере нравится. Так вот, конечно, больше мне нравится смотреть видео, где играл Зидан на позиции инсайда. Ну, на данный момент, также мне нравится Хави, Ньеста. Я смотрел их, ну, и смотрю по сей день видео, всякие нарезки, как они играют. Ну, так в голову приходит, возможно, потому, что он тоже левша, это Азил. Ну, в свои лучшие годы в Арсенале, в Реал Мадриде, да. Ну, таких больше особо нет. Много футболистов, на самом деле, за которыми я слежу. Дебрюнова тоже приходит в голову, то, что сейчас он вообще показывает великолепный футбол. Наверное, это пик пока что его карьеры. Ну, вот такого постоянного, чтобы я за одним следил, нет. Я на первое место поставлю Андрея Шайвина, на второе – Романа Широкова. На третье я бы поставил Павла Мамаева, потому что я с ним тренировался, я видел, как он работает. Я вдохновлен его работой и вообще, в принципе, его игрой, его стилем, как он думает. Ну, и на четвертое я бы внес бы в эту тройку, это Александр Головин. Ну, Пеп Гвардиолова, наверное, потому что он играет в комбинационный футбол, плюс он его революционирует по ходу своей тренерской деятельности. То есть у него уже необычная тика-така в Англии, допустим, и в Германии. Он все время его как-то видоизменяет, мне это очень нравится вообще. Атакующий комбинированный футбол. Вот это фирменный барселонский. Краснодар и Барселу. Особых ритуалов нет, просто стараюсь не отвлекаться на всякие там СМИ, вообще звонки, лишние разговоры. Просто стараюсь спокойно готовиться к игре, ни о чем не думая. Смотреть какие-то фильмы, то есть отвлечься спокойно, чтобы не нагнетать там, не думать постоянно в игре, что вот сегодня игра, там, тоже не стараюсь об этом думать, просто провожу свой спокойный день. Ну, до игр практически всегда хорошо сплю, за исключением каких-то там дебютов, может, таких серьезных матчей, да, бывает. После игр бывает тяжело заснуть, даже не потому, что ты переживаешь, а просто как-то, не знаю, у меня тоже бывает такое, после игры очень тяжело уснуть, не знаю пока почему. Но даже вот, даже вроде не стараюсь думать об игре, даже, ну, независимо, как сыграл, хорошо, плохо, все равно как-то, да, бывает такое, что начинаешь, оп, задумываться, призадумывался, и так долго не можешь уснуть. Я думаю, на атакующий полузащитник номер 10 или инсайт. Самый памятный гол, да, это, наверное, первый гол за основной состав против ЦСКА, первый в профессиональной карьере, можно его так назвать. Ну, праздновал, я думаю, все видели, как я его праздновал, это были какие-то, ну, вообще движения, я не знаю, откуда я их взял. Ну, прокатиться по полю нашего стадиона мне всегда хотелось, я всегда об этом думал, думал, ну, как же я отпраздную свой первый гол, я думаю, ну, наверное, покатиться, это самый такой, вау. Ну, я это сделал, вот до этого, конечно, это была импровизация. После матча мне игроки все время подшучивали, что я с мексиканскими этими, типа, бежал и радовался. Нет, были сильные соперники, но чтобы так, вот такого нет одного. На данный момент именно мы на моей позиции. Ну, Миранчук, Алексей, Антон, я тоже считаю, они примерно, по-моему, на одной позиции играют. Еременко мне очень нравится, да, он еще, когда играл в Рубине, приехал в Краснодар, мы еще на стадионе Кубани смотрели, я прям вообще впечатлился, и после этого я слежу за ним. Вот, Роман Еременко мне очень тоже, да, нравится. Ну, третьим, наверное, кто-то из ЦСКА, из молодых футболистов. Они где-то на одном уровне, Бляков, Ахметов, кто-то из них. Очень тяжелый вопрос. Раньше было отдавать как-то, когда я играл в молодежном первенстве, мне как-то я думал, надо отдавать тоже круто, и у меня был приоритет больше отдавать, но сейчас я понимаю, что мне из Абива нравится больше, наверное, чем отдавать. Где-то наравне. Ну, в основном, да, я прихожу домой и стараюсь просто лежать на кровати, отдыхать. В том, что созданы огромные условия, нереальные для России, то есть и тренировочный процесс, и школа та же, и поля. То есть много искусственных вообще нет, много натуральных полей, из-за этого, конечно, тренерский штаб там квалифицированный, у них есть половая методика. Я думаю, все в совокупности, только это дает результат. В Краснодаре очень много, конечно, есть и из Краснодара два, очень много друзей, так сказать, и с основной командой тоже, но вот такого одного, конечно, нет, который там самый лучший. Да, ну, я думаю, не хватило просто опыта в этих квалификациях в Лиге Чемпионского такого, потому что где-то нужно было там уже при счете там 2-0 спокойненько отойти, доиграть этот матч уже с холодной головой, не бежать вперед, отыгрываться. Также после домашней игры сделал вывод, что после первого гола нужно было больше сконцентрироваться, мы просто не смогли даже поверить, что нам смогут забить с первой же атаки, я думаю, никто бы и не поверил, кому сказать до этого гола. Да, и уже больше, ну, вот как-то концентрация и опыта, я думаю, не хватило. Оцениваю то, что мы спокойно можем выйти из группы, то есть все нам соперники по зубам, очень равная группа, вот как и в молодежной сборной, потому что все примерно одинаковые уровни соперники, будет тяжело, также ни одного матча не будет легкого, нету такого аутсайдера, к которому можно приехать в гости, он к нам приедет, мы его спокойно обыграем, такого нету, как и у нас в сборной. Да, конечно, наслышан, я был в Сербии, когда мы играли против «Цирензвезды», это, наверное, самый такой вообще стадион, да, который нас встречал. Вот я в этом, после этого я понял, что такое боление вообще, в принципе, сумасшествие это. Все люди стояли 90 минут, практически все, кроме там вид места, и даже у них скамеек нет, это было вообще удивление мое. Да, атмосфера, конечно, фантастическая, но, к сожалению, у нас еще нет культуры боления такого. Сейчас она образовывается, последние там полгода-год уже есть определенный фанатский сектор, не ультрас, а просто именно, которые болельщики, они всегда за нас, они всегда горят, им большое спасибо. Хочется, конечно, чтобы их больше было, ну и я думаю, их и будет больше, просто нам нужно время, как клуб, мы еще молодой клуб, развиваемся только в скором времени, я думаю, весь стадион при любом раскладе будет за нас болеть. На Камп Нол. Потому что Барселона? Да, ну и потому что он огромный, очень такой, богат своей историей, мы там были на экскурсии, очень впечатлился. Любимая музыка, это в основном русский рэп, я думаю, это любимые, наверное, исполнители больше. Это Баста, Гуф и на данный момент Скриптонит. Да, как-то так. Но также и иностранный рэп, последний хип-хоп, последнее время начал слушать. Нет, одного фильма нет, жанра тоже нет, люблю просто посмотреть хорошее кино, ну то есть он может быть фильм и комедийный, ну раньше, конечно, больше комедии нравились, но сейчас и любые фильмы, главное, чтобы был интересный, захватывающий, с какой-то морали. Ну, последнее мне порекомендовали Герман Ануха с «Краснодара 2 футболист», по совместительству тоже мой друг. Он порекомендовал фильм «Семь», вот, это что из последних мне очень зацепил, этот фильм, вот, я бы его порекомендовал. Сериалы? Нет, сериалы в основном не смотрю, никакие зарубежные, только если русские какие-то, вот, на ТНТ, то, что выходят. Даже игру «Присталуха» смотрят? Нет, нет. А «Острые козырьки», вот, да, сериал, это единственный, который я посмотрел, наверное, зарубежный. Я еще не дочитал ее, но я уже могу смело порекомендовать, это «Шантарам». Ну, конечно, люблю вкусно поесть, особенно после нагрузок очень сильных. Готовить я особо не умею, чтобы так, там, какие-то супер такие блюда, не только самое простое, никакие ворщи я не умею варить. Кухню предпочитаю, очень люблю домашнюю, то есть, когда приеду домой, бабушка, мама что-то свое приготовит, очень люблю, да, ну, а так, определенная кухня, мне бывает, вот, там, сегодня мне нравится такая, ну, такого нет, постоянства. Наверное, пюре с котлетой. В компьютерный нет, вот, приставка, да, приставку играю. Фи-фу. Ну, конечно, мой дом, это город Оксай, Ростовская область, мне там всегда хорошо, мне там уютно, город маленький, я за это его люблю. Мне, в принципе, не особо нравятся большие города, как-то, это много людей, я люблю спокойные места. Я себя воспринимаю справедливым, добрым и целеустремленным, да. Я честный, самая главная честность, конечно, доброта тоже нужна, но самая главная честность и порядочность. Да нет, таких страхов прям, чтобы я боялся, этого нет. Ну, хотел бы завести собаку, но это больше, когда уже большой дом свой, когда уже будет местность и квартира, чтобы она жила на улице. Сейчас в Краснодаре нет домашнего животного никакого, есть у себя там дома кошка. И то, это завели бы отшему брату, я все детство просил, но почему-то мне, только уже к брату, родители поняли, что нужно заводить. Лабрадор. Я люблю больших собак. С девушками я не знакомлюсь. У меня есть своя девушка, да, ее зовут Катя, Екатерина, мы с ней уже давно встречаемся, поэтому с девушкой меня точно не познакомлюсь. А где меня можно встретить? Ну, в Краснодаре, на главных каких-то улицах, торговых центрах, на стадионе. Ну, в последнее время, да. И просто сфотографироваться, и какие-то похвальные слова, то, что мы за вас болеем, мне всегда это очень приятно, я всегда рад всех видеть. Ну, так как я играю в России, то, наверное, с Акинфеевым, с Джубой, с Миранчуками, возможно. Ну, конечно, с многими бы я поменялся, но вот те, кто приходят на ум, такие. Нет, я очень сильно люблю футбол. Вот, чтобы так еще альтернативно, ну, могу посмотреть хоккей, то это когда там отец включит, какие-то Россия сборная играет, таких нет, чтобы я следил за каким-то видом спорта. Такого не знаю даже. Нет, ни человека, ни чего, какого-то предмета, который бы меня вдохновлял. Не играть на высоком уровне, чтобы это был не российский уровень, ну, как объяснить, чтобы это был европейский уровень, пусть даже если я буду играть в России. В жизни построить семью, чтобы все были счастливы, мои родные и близкие. Ну, дом, конечно, но это материальные цели, главное, чтобы все были здоровы. Троих. Ну, там уже как получится, чтобы была и девочка, и мальчик точно. Как решат. Субтитры создавал DimaTorzok